Сотрудники отдела по раскрытию грабежей и разбоев АУР Управления МВД России по городу Казани совместно с коллегами из отдела полиции Гвардейский сдержали 32-летнего местного жителя по подозрению в совершении разбойных нападений. 4 декабря в полицию поступило сообщение о совершении тяжкого преступления. Прибывшим на место происшествия сотрудником полиции пенсионерка рассказала, что подверглась нападению в сторону неустановленного мужчины. По предварительной информации, около подъезда многоэтажки в советском районе женщина встретила незнакомца, который проследовал след за ней. Злоумышленник несколько раз ударил ее кирпичом по голове и отобрал сумку с личными вещами. Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции обнаружили похищенную сумку в соседних дворах. Спустя несколько дней в полицию с аналогичным заявлением обратилась 38-летняя жительница Кировского района. Злоумышленник сорвал свои золотые изделия и сумку с денежными средствами. При этом для совершения преступления, как и в первом случае, подозреваемый использовал кирпич. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Изучив собранные улики и опросив потерпевших, полицейские в короткие сроки установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний, ранее неоднократно судимый Казанец. Выяснилось, что не так давно мужчина освободился из мест лишения свободы и совершения имущественных преступлений. В настоящее время подозреваемый арестован и находится в одном из следственных изоляторов города. Проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательственной базы. Обилищем. Первый удар с полока сделаем. Второй удар с полока сделаем. Вину признается своей получается. Да. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Новости. Новости.